общий привет от велобариста анатолия и я начинаю участвовать в неделе чтения первым делом нужно понять что читать и почему и сейчас я вам покажу несколько записей о том как я пришел к тому что я буду читать в этой неделе чтения первым делом некоторое время назад я прочитал книгу марии галины автохтоны мария галина замечательный русский поэт и очень неплохой прозаик затем чуть позже я читал уильяма гибсона граф зеро это второй роман из трилогии киберпространство сна роман довольно старый но по-прежнему очень актуально очень интересный а еще у уильяма гибсона есть такой роман все вечеринки завтрашнего дня его я еще не читал уильям гибсон посоветовал мне книгу стива эриксона дни между станциями а мария галина через некоторое время заметила мое видео о ее романе и фейсбуке написала о нем а потом на том же фейсбуке а мария галина сотрудница нового мира это такой литературный журнал она сказала о том что ей будут нужны рецензенты и в частности нужно написать рецензию на роман сергея кузнецова калейдоскоп как сергей кузнецов связан с уильям гибсоном дело в том что в калейдоскопе да и вообще а сергей кузнецов неоднократно говорит о том что ему нравится его литература очень постмодернистская такая в ней много цитат и вообще я читал сергей кузнецова после стива эриксона мне было полное ощущение что я читаю ту же самую книгу это очень очень похоже и сергей кузнецов в благодарностях в своем романе калейдоскоп в самом конце благодарит уильяма гибсона а кроме того у сергея кузнецова есть глава которая называется вечеринки завтрашнего дня значит связь обнаружена да все так закольцевалась и по этому поводу я сделал на свои читалочки папочку под названием гибсон ли то есть все что связано с гибсоном потому что в ну вот 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 среди всех этих ребят но самым крутым и нравящимся мне писательным является уильям гибсон на данный момент он по моему невероятно крут так вот папка гибсон ли вот я вам ее покажу вот она папка гибсон ли она действительно у меня там есть и так но собственно говоря мы еще не дошли до того что я буду читать а читать я буду томаса пинчона а вот его вдруг стали упоминать все стали просто упоминать все мария галина упомянула о том что у пинчона вышла новая книга на русском языке сергей кузнецов назвал его в числе своих любимых писателей томас раглс пинчон это американский писатель также как гибсон и эриксон упоминание пинчона я начал встречать везде но это связано с тем что действительно вышла новая книга на русском языке и само собой интерес к нему возрос новую книгу в переводе на русский очень сильно ругают за перевод а не зато какая-то книга и поэтому новую книгу я читать не стал но первым делом я прочитал рассказ энтропия который совершенно меня шокировал я не понял сначала даже вообще о чем речь но постепенно пересказав его супруги этот рассказ я вдруг догнал что этот рассказ очень очень интересный и возможно я о нем еще расскажу а потом я начал читать самый короткий и как говорят самый простой роман пинчона выкрикивается лот 49 вот собственно сейчас я открою этот роман и начну его читать вместе с вами наверное еще раз выкрикивается лот 49 здесь в начале предисловие него я не читал тут такая вот обложечка скопирован но не буду читать конечно предисловие вот сейчас я с вами прочитаю просто первое предложение первой главы романа в следующие дни будем читать дальше однажды летним вечером миссис эдипа масс вернулась домой стопперверской вечеринки где хозяйка видимо от души сдобрила фондю бренди дабы убедиться что она эдипа назначена распорядителем точнее распорядительницей имущество пирсы инверэрити калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью который как-то в свободное время просадил 2 миллиона долларов но тем не менее оставил солидные активы в которых обнаружилась такая путаница что привести их в порядок было делом не просто почетным а почетным весьма вот такое длинное предложение в начале этого романа а что там будет